Воскресенье 10 февраля В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей В студии Александр Крузе Коротко о главном Первые 10 лет жизни нашей Церкви под водительством Святейшего Патриарха Кирилла отметил русский мир Русская Церковь честила на неделе удивительную подвижницу веры Святую Блаженную Ксению Петербургскую Яркие страницы истории Отечества оживают в этих живописных образах Событием в культурной жизни столицы Кубани стала выставка картин Павла Рыженко Теперь более подробно об этих и других событиях Русская Церковь отпраздновала десятилетие интернизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Торжества прошли в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве В праздничной литургии приняли участие предстоятели и представители поместных православных церквей автономных и самоуправляемых церквей входящих в состав Московского Патриархата На нашем канале шла прямая трансляция Патриаршего Богослужения Тему продолжит Эльвира Гордеева Такое стечение иерархов, архипастерей и пастерей Церкви Русской здесь можно увидеть только на особо торжественных богослужениях Именно таким событием в главном храме страны стал юбилейный день десятилетия Поместного собора и интернизации Святейшего Патриарха Кирилла Десять лет назад, 1 февраля 2009 года тогда еще митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл произнеся слова «Избрание меня патриархом приемлю, благодарю и немало вопреки глаголю» и надев на себя белый куколь русских первосвятителей фактически принял на себя до конца своих земных дней ответственность за многомиллионную православную паству Десять лет патриаршества и его святейшества стали вехой в истории Церкви За это время было учреждено более 130 новых епархий и около 60 метрополий Образованы среднеазиатские и казахстанские метрополитские округа Был восстановлен патриарший экзархат в Западной Европе Количество принадлежащих русской церкви приходов увеличилось на 10 тысяч по сравнению с 2009 годом и составило 38 тысяч Соборное богослужение в день десятилетия интронизации патриарха Кирилла возглавили пять предстоятелей Блаженнейший патриарх антиохийский всего Востока Иоанн X Святейший патриарх московский всеярусик Кирилл Святейший патриарх сербский Иринеи Блаженнейший митрополит чешских земель Словакии Ростислав Блаженнейший митрополит всей Америки и Канады Тихон Им сослужили постоянные члены священного синода русской церкви Главы члены делегации поместных православных церквей Возгласы и молитвы литургии звучали на церковнославянском, арабском и английском языках На сугубой к тени возносились прошения о единстве православной церкви И сохранение ее от разделений и расколов А также особые прошения о святейшем патриархе И помиловать и ныне чествуемого святейшего патриарха Кирилла Благодать ее и щедротами твоими И исполните все прошение его Прощая ему все согрешение вольное и невольное По окончании литургии с 10-й годовщиной интронизации святейшего владыку Поздравил блаженнейший патриарх Антиохийский всего Востока Иоанн X В дар его святейшества был вручен патриарший жезл, изготовленный в Дамаске Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Анофрий Зачитал поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Церкви И преподнес предстоятелю памятные дары Пребносной крест и комплект из двух панагеи на перстного креста В заключении патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом Которым вспомнил события 10-летней давности В день избрания на московский патриарший престол Когда под сводами всего величественного храма Через деяния Священного Поместного Собора Русской Православной Церкви Совершилась воля Божия и мне, недостойному, надлежало принять Неспосланный жребий, я с духовным трепетом Особенно ясно осознал и почувствовал Что в центре патриаршего служения крест И ничто другое, а именно крест Ныне стоя на том же священном месте Могу свидетельствовать пред Богом и вами Что поистине велика тяжесть этого креста Обращаясь к участникам богослужения, святейший владыка поблагодарил За посильный вклад каждого, и патриарха, и мирянина В общее дело свидетельства и ближним, и дальним, о Христе распятом и воскрешем И отметил, что главная церковная миссия всегда была и будет неизменной Спасать, просвещать и освещать всякого человека, приходящего в мир Сообща мы призваны отстаивать незыблемость канонических норм Церковного устроения Укреплять православное единство Использовать все возможности для совместных созидательных трудов Во славу Божию, на благо Святой Церкви, на пользу наших современников Твердо уповая на милость Творца и предстательство Царицы Небесной Я буду и в дальнейшем, ащи изволит пастырь и начальник Со смирением и терпением нести возложенный на меня крест патриаршего служения И да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в нас И мы в нем по благодати Божией и Господа нашего Иисуса Христа Аминь В патриаршей и синодальной резиденции в Московском Даниловом монастыре Состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и Всияруси Кирилла С рядом делегацией поместных православных церквей Они собрались в Москве для участия в торжествах Посвященных десятилетию Поместного собора и Патриаршей интернизации 2009 года Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с приветственным словом В котором особое внимание уделил происходящим в церковной жизни Украины событиям Которые выходят за пределы канонической традиции православной церкви С большой скорбью говорю о том, что Константинопольский патриархат Принял в общение украинских раскольников без покаяния Принял анафиматствованного русской православной церковью Бывшего митрополита Филарета без покаяния И тем самым были нарушены, конечно, фундаментальные принципы канонического общения наших церквей И вот кроме принятия вот этих лиц Были приняты также не имеющие канонического рукоположения иерархии раскольнических образований Я надеюсь, что все те трудности, которые возникают и которые являются В не последнюю очередь влиянием на православную церковь внешних сил Что эти трудности будут преодолены И верю в то, что тело Церкви Христовой останется единым Это так важно сегодня и для самого православия, и для всего мира И, конечно, будем вместе все молиться за сохранение единства Святого Православия За укрепление нашего взаимопонимания, взаимодействия На благо веренного Богом нам православного народа Пусть Господь всех нас хранит в мире, в любви и в единомыслии Далее прозвучало выступление главы делегации Александрийской Православной Церкви Митрополита Трипольского Феофилакта Он сердечно поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интернизации И особо отметил труды его святейшества на благо Церкви Вы подвязались день и ночь в любви и заботе Для того, чтобы сохранить эту традицию в веренной вам полноте Позвольте мне также использовать слова великого Иоанна Златоуста Цитата И потому мы хвалим тебя и изумляемся тебе, Владыка, удивительнейший и великолепнейший Потому и сами мы в огромной степени веселимся Мы удивляемся, ублажаем и просим всех вас подражать вашим предстоятелям Митрополит Горейский и Атенский Андрей огласил послание Святейшего и Боженнейшего Католикоса Патриарха всей Грузии Ильи II Ваше святейшество, позвольте пожелать вам доброго здравия И многих лет ваших патриарших служений на утверждение всего православия Далее прозвучало поздравление блаженнейшего патриарха румынского Даниила Которое зачитал митрополит Тырговишский Нифон Молимся Господу нашему Иисусу Христу, доброму пастырю и пребресвященнику исповедания нашего О даровании вам его помощи в служении Русской Православной Церкви И в руководстве православного русского народа на пути спасения В этот благословенный день вашего патриаршего служения От имени архиереев, клириков и верующих Румынской Православной Церкви Поздравляю вас и желаю вам многих и благословенных лет со здравием и плодозворными достижениями Многое и благословенное вам лето С особым почтением и братским объятием о Христе Иисусе Господе нашим Даниил Патриарх Московский и всея патриарха Румынской Православной Церкви Поздравление также поступило святейшего патриарха болгарского Неофита Которое гласил митрополит Старозагорский Киприан Наши искренние пожелания крепкого здоровья и бодрости духа Архипастерские ревности и апостольского дерзновения в вашем служении Первое ранга великого и славного Московского престола Божий мир и его великая милость и общение во Святом Духе Будет с нами и нашими братскими православными церквами и народами Послание блаженнейшего митрополита Варшавского всей Польши Савы Огласил архиепископ Люблинский и Холмский Авель Относясь к словам, приветствие направлено до нас представители поместных православных церквей Хотим засвидетельствовать, что мы сострадаем вместе с русской православной церковью И по поводу этого так трудного для нас всех украинского вопроса Потому и наша позиция в этом деле, она неизменная и постоянно будет так же стабильна Спасибо Господь В завершении встречи Святейший Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл И делегация поместных православных церквей обменялись памятными подарками В прошлое воскресенье блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий Совершил божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви Предстоятелю православной Украины сослужили архиепископ Гурий Кузьменко Архиепископ Бучанский Пантелеймон, гипископ Белогородский Сильвестр и духовинство монастыря Вместе со своим архипасторем молились многочисленные прихожане и паломники Киево-Печерской обители И посиди виноград сетью Тебе, и Боже насади, и снится Твоя После чтения Святого Евангелия предстоятель обратился к пастве со словом проповеди Блаженнейший Владыка объяснил молящимся евангельскую историю об исцелении Господом слепого По словам архипасторе, эта история учит христиан не искать славы за свои добрые дела И правильно молиться, настойчиво и с покаянием Поэтому, чтобы не заставлять Господа делать нам больно, посылать нам скорби И через скорби нас убирать в сторону, мы должны сами уходить Это легче и проще для человека Тогда, если мы себя прячем, тогда Господь за это добро За то, что мы просто послужили орудием, Господь дает нам награду Если нам похлопают ладоши, похвалят нас То мы уже получили награду тут на земле И уже на небе ничего не получим за это Желая, чтобы человек спасся Чтобы он получил награду на небе Господь убирает человека с этого пространства между облагодетельствованным и благодетелем Самая правильная молитва – это молитва покаяния Самая нужная молитва для человека, заметил Владыка Ануфрий Слепец хотел, конечно, увидеть свет Он хотел получить исцеление зрения Но он не просил Бога, чтобы Господь дал ему зрение Сказав лишь «Господи, помилуй меня» Очевидно, он знал, что болезни, скорби, неприятности Которые мы встречаем в этой жизни Своим началом и причиной Имеют наши грехи и наши беззакония Поэтому, если и мы обращаемся к Богу со словами «Помилуй меня, Господи» То мы просим не за одну какую-то болезнь А о всех своих немощах Завершил свою мысль архипастырь Во время богослужения была вознесена сугубая молитва О мире на Украине и о единстве православной церкви А в конце богослужения Предстоятель поздравил прихожан С воскресным днем и благословил всех присутствующих В день памяти святой блаженной Ксении Петербургской Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий Возглавил божественную литургию В храме на Смоленском кладбище Именно там стоит часовня В которой находится гробница святой Каждый православный петербуржец Знает и чтит Ксению Петербургскую И часто можно услышать просто Ксениюшку Храм на Смоленском кладбище всегда полон Особенно сегодня, в день памяти блаженной Литургию возглавил владыка Варсонофий Благодать Господа нашего Иисуса Христа И любы Бога и Отца и причастия Святаго Духа Будет со всеми вами После литургии владыка всех поздравил С праздником памяти Молитвенницы и заступницы Санкт-Петербурга Святой Блаженной Матери нашей Ксении Пламенная любовь этой святой Ко всем людям, которые жили в ее время Которые не обращались Известна всем И мы с вами сегодня Проникнуты этой любовью к ней Пришли на это место ее погребения Чтобы еще раз прославить эту святую подвижницу Помолиться каждому о своей нужде И спросить ее благословения на нашу жизнь Подвиг, который несла преподобная Нам, конечно, не под силу Но без подвига не бывает спасения Продолжил владыка Варсонофий Вначале хотя бы нужно нам отстать от грехов Это уже подвиг Попробовать какую-то страсть победить Это целый подвиг Чтобы хотя бы начать жизнь безгрешно Начать исполнять заповеди Божии А там Господь подскажет Что кому нужно понести Какой крест взять Храму митрополит подарил Евангелие Настоятель храма Партерей Виктор Московский Преподнес от всего прихода Букет белых роз Затем митрополит прошел В часовню Ксении Блаженной Храм на Смоленском кладбище Был построен по проекту Профессора Алексея Иванова По преданию Блаженная Ксения помогала строителям По ночам носила кирпичи на леса 27 октября 1790 года Был освящен главный алтарь В 1940 году храм закрыли Он был возвращен верующим И вновь освящен 8 февраля 1947 года В Калужской области Произошла автомобильная авария Автобус с детьми Участниками танцевального ансамбля Из города Ярцева Смоленской области Перевернулся Несколько человек погибло Многие получили серьезные травмы Пострадавших посетил Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор Побывал в Калужской области Где накануне сошел с трассы И перевернулся автобус С детским танцевальным коллективом Митрополит Смоленский и Дорогобужский и Дорогобужский Исидор И векарий Калужской епархии Епископ Тарусский Серафим В сослужении клириков Калужской и Смоленской епархий На богослужении молились персонал больницы И те, кто проходит лечение Встретившись с пациентами Смоленский архипастер пожелал им скорейшего выздоровления И преподнес игрушки, иконы и сладкие подарки Тем, кто по состоянию здоровья Не смог побывать на литургии Святые дары для причастия Были поднесены прямо в палату Исподобие меня неосужденно Причаститесь и причастите твоих таинств В оставлении грехов в жизнь вечную аминь Вечери твои тяне дни, если не боже Причастник, причастницу мя прими Затем делегация Смоленской епархии Во главе с митрополитом Исидором Посетила Свято-Троицкий кафедральный собор Калуги Там архипастеря и духовенство Совершили панихиду О погибших в ДТП Помолиться о своих сверстниках Пришли воспитанники православной гимназии Города Калуги Митрополит Исидор сердечно поблагодарил Митрополита Калужского и Боровского Климента Клир и паству Калужской митрополии Губернатора Калужской области И администрацию За быструю и действенную помощь Пострадавшим смолянам Не было боли Божьей в том, чтобы человек погиб Особенно если он гибнет без покаяния, без причащения Святой Христовой Тавицы Но бесграничное милосердие Божие ко всякому человеку Погибшему при любых жизненных обстоятельствах Поскольку Господь смотрит на сердце человека, на души И прилагает свое бесграничное Все въебляющее милосердие Каждому из нас И живущему, и ушедшему из этой жизни Епископ Серафим поблагодарил Высокопреосвященнейшего Исидора И клириков Смоленской митрополии За живое участие в событиях на Калужской земле Ксении, Елены, Анастасии, Виктории, Ольги, Галины, Елены Христе Божий нашу Панихида также была совершена и на месте трагедии У села Извеково Где по данным МЧС погибли 7 человек Трое взрослых и четверо детей Очередную годовщину разгрома немецко-фашистских войск Под Сталинградом Молитвенно отметили в Волгоградской епархии На главной высоте России Мамаевом кургане Совершена панихида в память о погибших воинах В храме всех святых Вспоминают события, которые произошли 76 лет назад Митрополит Волгоградский Камышинский Феодор И архиепископ Калмыцкий и Элистинский Юстиниан Молятся о погибших во время ожесточенных боев Одного из важнейших сражений Второй мировой войны Между защитниками нашего Отечества и силами вермахта Тогда вся страна защищала себя от незваного врага Гости незваного, который пришел сюда Русские, Калмыкии и многие-многие национальности Великой России встали тогда вместе на защиту И, конечно же, мы как ближайшие соседи Жители Республики Калмыкия Мы ощущаем свою причастность И, конечно же, к Сталинградской обиде Эта победа после череды поражений 1941-1942 годов Положила начало коренному перелому в войне Но по количеству безвозвратных потерь воевавших сторон Сталинградская битва стала одной из самых кровавых в истории человечества И каждый раз, когда мы возносим свой мысленный взор к Богу Когда мы вспоминаем подвиг наших прадцев Или смотрим на предстоящие труды в нашей жизни Мы помним о том, что еще есть и границы в нашем сердце На которые тоже непрестанно совершается битва Какая сила одолеет Кто перейдет Рубикон Добро или зло Приход Храма Всех Святых на Мамаевом Кургане Был образован в 1993 году Церковь построена на вершине мемориального комплекса Мамаев Курган в 2005-м Как памятник погибшим в Сталинградской битве воинам Я убежден, что пока есть память о тех, кто отдал свою жизнь За Родину нашу, за свободу Пока мы будем их помнить И объединяться в этой памяти Россия будет жить Все у нас будет в стране нормально И самое главное Чтобы об этом знала наша молодежь Счастье, что у нас есть Ленинградская победа Счастье, что благодаря этим воинам, отдавшим их жизнь За нас с вами, мы с вами живем Учимся, женимся, рожаем, созидаем Это и счастье И мы благодарны этим воинам Вождям, которые руководили воинскими операциями Для того, что мы с вами можем жить На Мамаев курган ежедневно приходит множество людей Среди которых, как потомки воинов Так и множество паломников и гостей Волгограда Из других городов и стран Есть чувство, что солдаты в русских Они помогли друг другу И несмотря на то, что произошло в то время Они помогли друг другу Это, думаю, самое главное И даже если мы только видим это Мы узнаем, что это уже победа После панихиды состоялось возложение венков К вечному огню в зале волонской славы На Мамаевом кургане В Москве в рамках международного форума Рождественские образовательные чтения Состоялись не только круглые столы, конференции и заседания Сопутствовали форуму и разнообразные мероприятия В том числе и богослужения Так представители епархиальных отделов по тюремному служению Совершили соборное богослужение В храме Покрова Пресвятой Богородицы В Бутырской тюрьме столицы Познакомились с условиями содержания заключенных И обменялись опытом Тему продолжит Эльвира Гордеева 12 священников из различных епархий Приняли участие в божественной литургии В храме Сизо номер 2 Более известном как Бутырский замок Многие участвуют в работе секции По тюремному служению не в первый раз Соборное богослужение клириков Окормляющих столь непростую паству Возглавил настоятель Бутырского храма Покрова Пресвятой Богородицы Одец Константин Батюшки, которые приезжают на рождественские чтения Уже пятый год Собираются здесь у нас в храме Для того, чтобы здесь соборно Вместе ослужить божественные литургии Эта служба Особенно запоминается Потому что батюшки приезжают Из разных регионов нашей страны Каждый привозит свои чаяния Свои желания, свои молитвы И вот мы вместе соборно здесь служим Тюремный священник для осужденных Многим из которых приходится проводить за стенках изолятора Не год, не два, а 10, 15, 20 лет Порой становится единственным лучиком света Глотком свежего воздуха в кромешной тьме несвободы Имеем дело с людьми Попавшими на самое дно нашей жизни Дальше уже некуда Особенно если кто общается С заключенными На пожизненном заключении Там уже дальше некуда И вот чтобы Помочь такому человеку И прежде всего Понять его состояние Его душу И найти в нем еще какое-то светлое Пятнышко Что-то в нем хорошее, доброе К чему можно обратиться Это не каждый священник может В рамках рождественских чтений Батюшки имели возможность Обсудить проблемы службы В учреждениях системы исполнения наказания Поделиться своими наработками И спросить совета Такой продуктивный диалог И соборная молитва Несомненно помогает Каждый священник Когда приходит в исправительное учреждение Это не всегда гладко Это не всегда Проходит так, как нам Нам бы хотелось И как найти пути решения этих вопросов Вот как раз помогает Рождественские чтения Когда мы все собираемся В настоящее время В учреждениях Федеральной службы исполнения наказания Более 500 храмов И 400 молильных комнат В исправительных учреждениях Создано около тысячи Религиозных общин Неся свое пастырское послушание В изоляторах временного содержания И местах лишения свободы Священнослужители помогают В решении вопроса перевода Осужденных из одних условий Отбывания наказания В другие Условно-досрочном освобождении И других вопросах Ведь люди, оказавшись В следственном изоляторе Решается их судьба И люди здесь Нуждаются в помощи Божьей Особенно И начинают молиться Особенно горячо Приходить к вере И в этот момент Необходимо их поддержать И словом, и делом По окончании литургии Отец Константин Выполнив поручение Председателя Синодального отдела По тюремному служению Наградил благодетелей Тюремного храма Помогающих в реставрации И украшении Покровской церкви Медалями Синодального отдела Во имя великомученицы Анастасии Узарешительницы Третьей степени В свое время Отец Константин Оказал мне лично Большую духовную помощь И, наверное, это двигало меня И желание помочь Что-то с остальным людям Приблизиться, скажем так, к вере Я, мои друзья Мы, как по мере сил Тоже чуть-чуть Помогали отцу Константину В реставрации этого храма Храм преобразился Стал очень красивым Ярким, светлым Вот здесь проходит Насколько я знаю Три раза в неделю Богослужения Заключенные Имеют возможность На них присутствовать Исповедовать Печащаться Также в этот день Была отмечена Архиерейскими Благодарственными грамотами Съемочная группа Нашего телеканала Союз За многолетнее сотрудничество С Бутырским Следственным изолятором И телевизионное сопровождение Богослужений И мероприятий Проводимых отделом По тюремному служению Думать не только о себе О спасении своей души Но и о своей стране Призван христианин Судьбы державы Так называется выставка картин Павла Рыженко Открывшаяся в Краснодаре Страница истории России Вместе с посетителями экспозиции Перелистала и Евгения Аганова У его полотен Хочется застыть в немом восторге Чувствуешь себя Будто внезапно перенесенным Во времена тех событий Которые изображены на холстах И становишься словно их участником Настолько все живо и реально В Краснодарском краевом Художественном музее Имени Федора Коваленко Открылась выставка Художника Павла Рыженко Судьба державы Перед началом работы экспозиции В казачьем войсковом соборе Александра Невского Был отслужен молебен В ходе которого Была освящена Выполненная Творческим Союзом Иконописцев Кубани Икона Триптих Последнего Российского Императора И его венценосной семьи Святых, играющих ключевую роль В истории России Этот образ потом Тоже занял свое место На выставке 42 подлинных исторических полотна И около 50 пейзажей Великого художника современности Представлено в залах музея Такое количество картин Одновременно выставляется впервые Выставка организована По благословению Митрополита Екатеринодарского И Кубанского Исидора Администрации края Екатеринодарской Кубанской епархии И художественным музеем На торжественной церемонии Открытия Было отмечено Что выставка имеет Не только эстетическое И просветительское Но и главным образом Духовное значение Специально для гостей мероприятия Куратором выставочного проекта Представителем фонда Имени Павла Рыженко Дмитрием Исаковым Была проведена экскурсия По экспозиции Большеформатные холсты Отображают тысячелетнюю Русскую историю От князья Святослава До гражданской войны Каждое полотно Прожитая жизнь Каждая работа Глубинное покрушение В наше прошлое Цифры 3D-форматы Не в состоянии И отчасти Передать реализм Изображенного так Как это смог сделать Мастер кистью Сам о своем творчестве Художник говорил так Надеюсь, что мои картины Разбудят генетическую память Моих современников Гордость за свое отечество А быть может Помогут зрителю Найти для себя Единственно правильный путь Павел Рыженко Безусловно Один из самых талантливых Мастеров Отечественной исторической Живописи Его наставником был Народный художник Профессор Илья Глазунов С годами Рыженко Сформировался И как мастер Диорамного искусства Краснодарцы И жители края Смогут посетить Выставку Судьба державы В течение почти 40 дней В Санкт-Петербурге При Центре социальной адаптации Святителя Василия Великого В котором Совершившим преступления Подросткам Помогают начать новую жизнь Открылась Социальная кофейня Просто С появлением кофейни Жизнь в центре Стала еще более насыщенной Лекции Мастер-классы Встречи с интересными людьми Дополнили культурную составляющую Реабилитации Трудных подростков Подробнее расскажет Наша петербургская коллега Марина Ланская Сегодня в кофейне просто Не только пьют кофе Но и смотрят кино Попасть на кинопоказ Может любой желающий Культурные события В этом пространстве Нередкость Встречи с художниками Искусствоведами Учеными Кофейня открылась недавно Но уже живет Своей стихийной жизнью Где творческие идеи Зарождаются буквально на ходу Впереди Планируется Множество проектов О которых мы можем Даже и не знать Потому что Большинстве своем Инициатива исходит От наших гостей От воспитателей Которые могут позвонить Сказать А давайте проведем Лекции по истории искусств Или что-нибудь еще Какую-нибудь встречу Поэтому это всегда Такой живой Творческий процесс За барной стойкой Трудятся добровольцы В основном Сотрудники центра Василия Великого Воспитанники Тоже могут попробовать Себя в роли бариста Обучиться мастерству Кофеварения Помогает воспитатель Николай Аксенов Которому так неожиданно Пригодились навыки Полученные еще в студенчестве Все мы Когда были студентами Мы работали в кафе В барах И я отработал Довольно-таки Большое количество времени В барах И вот этот навык Мне пригодился Здесь Кофеварение И все такое Многое в кофейне Сделано своими руками И деревянные столы И лепка на стенах Ремонт и обустройство Воспитателей делали Вместе с воспитанниками Принимали активное участие И наши воспитатели Воспитанники Сотрудники Социальные работники Директор В общем Все Кто Обитает здесь Поэтому Готовились заранее Еще с самого лета Но на самом деле Всем даже не верила Что этот проект Вообще Сталин Казал, что это что-то Такое большое Сложное Недостижимое Но вот Мы уже с конца года Открыты И Остается только Удивляться и радоваться Воспитанники центра Уже успели оценить Все плюсы Нового проекта Говорят Жить стало интересней Намного интересней стало Мы часто ходим В кофейню Как бы Можно кофе попить Если можно сделать Можешь там попробовать Как бы сам Что-нибудь похимичить Ну тут мероприятия Всякие Мероприятия там По субботам Всегда там Ну мероприятие прошло Оп Сразу же в кофейню Там Выбираешь какао Кофе Там все В принципе интересно Я тут в центре Не так давно Я попал как раз таки На открытие кофейни На последние работы Как мы красили стены Таскали все эти брусья Ну кофейня Это прикольное место Где можно встретиться С родителями С девушкой То же самое То есть Не нужно где-то По комнатам ходить Можно сесть спокойно Попить кофе В кафе Центру социальной адаптации Святителя Василия Великого Уже 14 лет Его программа По работе с трудными подростками Успела себя зарекомендовать Как весьма эффективные Здесь не изолируют Сложных детей от общества А помогают им найти Своё место в жизни Появление кофейни Для подопечных центра Ещё один шаг Навстречу к нормальной жизни А для всех остальных Кофейня просто На Васильевском острове Уютное заведение Где так приятно Посидеть за чашечкой Ароматного кофе А в Свято-Успенско-Мужском Монастыре Новомосковска Для учащихся Воскресной школы Состоялся мастер-класс По созданию картин Из шерсти На необычном уроке Побывали и наши коллеги Данную технику Тёплая акварель Я узнала Первый раз Познакомилась В гематологическом Научном центре Где сама проходила лечение К нам также волонтёры И сёстры милосердия Приходили постоянно С мастер-классами Вот И в один прекрасный день Нам вот как раз Принесли вот такой Чудесный материал Всем Мы все выходили Помню из боксов И все девчонки И ребята сидели И вместе с медперсоналом Занимались этими картинами Я вообще считаю изначально Что вообще Подобные мероприятия И подобные Мастер-классы Это своего рода Такая арт-терапия Я определилась с картиной Но это был очень трудный выбор Вот такая вот Картина я выбрала Моя близкая подруга детства Попала в больницу Ей сейчас сделали Тяжёлую операцию И пока она восстанавливается И находится на дневном стационаре Мы с её дочкой Решили приготовить ей подарок И воспользоваться Такой прекрасной возможностью Прийти сюда И мы Ну как вы слышали Что здесь проходит Мастер-класс И хотели вот Приготовить такую Потрясающе красивую картину И подарить маме в подарок Когда она вернётся Из больницы И ей будет очень приятно Живопись с черстью Как художественное направление Появилась на заре 20 века в Германии Было замечено Что дети Регулярно использующие шерсть Как краски Расслабляются психологически Становятся более уравновешенными А личность их становится Более целостной Немножко Но всё-таки Своими руками Маме думаю понравится Моя мама собирает ангелов И я решила сделать Ей такой подарок Сначала Я хотела выбрать Картину попроще Но потом Я решила испытать Свои силы И сделать что-то посложнее Ради мамы Я узнала Что можно Не только делать Паленьки Из этого материала Но можно ещё делать И очень красивое искусство И это Это не просто чудо А какое-то Большое впечатление Получается И Такая радость приносит Когда это делаешь Человек создан По образу и подобию Божьему И является Творческой личностью Потому что Несёт в себе Его природу А значит И его творчество Творчество радует Вдохновляет И пославляет Творца Через этот дар Дающего возможность Развиваться Изменяться И совершенствоваться Вот сегодня Родилась такая идея Провести Мастер-класс По работе Шерстью Чтобы приучить Детей К обычному Простому Такому Готовому материалу Чтобы Они познавали мир Своими руками Своим творчеством И пусть Их Такой Человеческий путь Творческий Послужит Во славу Божию Пусть они включаются Весь Многообразный Божественный мир Во всем Его прекрасном Творении Пусть успевают Радуют Своих родителей И Трудятся Во славу Божию Делать творчески Значит делать разнообразно И Господь Через обычные занятия В воскресной школе Преподал его ученикам Возможность увидеть И понять Что красота Божьего мира Бесконечна Как бесконечен В сердцах человеческих Творческий поток Позволяющий Восходить К Богу Такой запомнилась Уходящая неделя Теперь коротко о том Какие важные даты Служебного календаря Нас ожидают На предстоящей неделе 11 февраля Перенесение мощей Священномученика Игнатия Богоносца Епископа Собор Коми Святых Собор Екатеринбургских Святых 12 февраля Собор Вселенских Учителей и Святителей Василия Великого Григория Богослова И Иоанна Златоуста 14 февраля Предпразднство Сретения Господня Святого мученика Трифона Аламейского 15 февраля Сретения Господу Бога И Спаса нашего Иисуса Христа 16 февраля Праведных Симеона Богоприимца И Анны Пророчицы Икона Божьей Матери Умягчение злых сердец 17 февраля Неделя о мытаре И фарисее Это все О чем мы успели рассказать К этому часу Время нашей программы Подошло к концу Прибывайте с Богом Всего вам доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok